Это один из наших в городе уважаемых и почитаемых людей Владимир Казмич Зворыкин, памятник которого находится возле нашего здания основного музейного. Семья Александровых в Муроме впервые. Вроде и живут по соседству в Нижнем Новгороде, но увидеть наши достопримечательности и побольше узнать об истории города все никак не удавалось. Мы с мужем, сыном и племянницами решили посетить ваш город и первое, что мы увидели, это памятник Зворыкину. Мы пришли в музей и узнали много очень интересного, увидели много экспонатов и узнали, что оказывается Зворыкин был изобретателем телевидения. Галина и Евгений Рыбкины очень любят наш город. Каждое лето приезжают в Муром из Петрозаводска. Сегодня они стали участниками торжественного мероприятия, посвященного памяти великого русского изобретателя. В 135-летие со дня рождения Владимира Казмича сотрудники Муромского музея вместе с горожанами и гостями города возложили к его памятнику живые цветы. Мы в Муром приезжаем каждый год, поскольку муж муромлянин. И здесь у нас могилы наших его родителей. Безусловно, мы знаем вашего величайшего абсолютно муромлянина Зворыкина. Каждый день практически проходим по этой улице, мимо этого памятника. Ерчайший представитель, почему мы здесь и оказались нашего города, нашей страны, нашей родины. И мы пришли отдать дань своим вниманием хотя бы этому человеку. Зворыкина знают весь мир и это личность мирового масштаба. Муромский род Зворыкиных издавна принадлежал купеческому сословию, что позволило прадеду Владимира Казмича построить огромный дом на берегу Оки. Владимир был младшим из семерых детей. Его отец Казьма Алексеевич помимо торговли зерном занимался также пароходными перевозками по Оке и председательствовал в правлении Муромского общественного банка. Детей гораздо больше увлекала наука, нежели торговля и банковское дело. Из воспоминаний самого Зворыкина знаем, что он из окон Мезонина наблюдал за тем, как вдоль его родной улицы, тогда она называлась Никольской, так как через дорогу располагался Николозарядский храм, тянули провода телефонные. Наверное, Мезонин дома Зворыкиных является сатральным местом, потому что оттуда маленький мальчик Зворыкин впервые осознал, что передавать информацию можно не только глядя друг в друга в глаза, но и на расстоянии. Минуя годы, во время гражданской войны Зворыкин покидает Россию, эмигрировав в Америку. Он хотел заниматься наукой, а не политикой. Его дальнейшие изобретения были многогранны. Благодаря ему электронное телевидение появилось на свет, не случайно названное чудом 20 века. Среди его изобретений сканеры, электронный микроскоп, прибор ночного видения, пилюля, которой проверять можно было состояние внутренних органов. Это электронная пилюля, которую в 50-е годы 20 века изобрел Зворыкин. Будучи гражданином США, Зворыкин не раз приезжал в СССР, в том числе и родной Муром. До конца своих дней он ощущал себя русским. О его жизни и череде изобретений, сделавших имя Зворыкина бессмертным, сегодня в выставочном зале Муромского историко-художественного музея был показан новый документальный фильм. Елена Петрова, Артем Корнилов. Наши новости.